Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти Автосервисы в России высказали желание самостоятельно изготавливать запчасти для машин иностранного производства Пока трудно себе представить, как это будет реализовываться Неужели у нас есть ремонтные мастерские, которые по имеющемуся у них оборудованию, персоналу, технологиям и другим ресурсам сопоставимы с крупными европейскими и азиатскими автоконцернами? Также сервисы заявили о том, что могли бы заняться глубоким восстановлением комплектующих, снятых с вышедших из строя иномарок Авторы инициативы надеются на помощь со стороны государства Она может заключаться, к примеру, в содействии в получении от зарубежных компаний технической документации Трасса 101 Дефицит автомобильных шин в нашей стране не возникнет, уверяют специалисты Складские запасы покрышек сейчас находятся на уровне 60 с лишним миллионов штук для легковых авто В среднем ежегодно отечественные автовладельцы приобретают порядка 30 миллионов шин То есть того, что имеется в настоящее время, должно хватить на два года Смущает другое, почему уже выпущенная резина дорожала и дорожает Добавлю, в марте о приостановлении деятельности в России объявили несколько зарубежных производителей шин Среди них Бриджстоун, Йокохама и Пирелли Трасса 101 В России предложили объявить амнистию по штрафам ГИБДД Инициатива прозвучала в Госдуме Якобы это могло бы стать своеобразным утешением для граждан в условиях введения западных санкций Проект амнистии должен быть готов в ближайшее время В него не попадут особо грубые правонарушения Например, вождение в нетрезвом виде Трасса 101 А на предприятии Хавейл в Тульской области начали выпускать кроссовер Дарго Название образовано от фразы «Dale to go», что можно перевести как «смело в путь» Новинка, заявляет производитель, сочетает в себе функциональность городского паркетника и высокую проходимость внедорожника Автомобиль оснастят двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью почти 200 лошадей Привод передний либо полный, трансмиссия, семиступенчатый робот В списке опций система кругового обзора, цифровая приборная панель, подогрев всех сидений, обогрев лобового стекла и так далее А стоимость Хавейл Дарго будет объявлена позже Трасса 101 Пользователи интернета позабавил ценник из очередного объявления о продаже стареньких «Жигулей» Владелец «Вазовской четверки» 1992 года выпуска хочет выручить за нее ни много ни мало 6 миллионов рублей Столь высокая стоимость объясняется в первую очередь ничтожным пробегом всего 10 километров Автомобиль никогда не ставился на учет, на нем сохранились все заводские пломбы Имеется даже квитанция о покупке Оснащен универсал белого цвета, стандартным для того времени полуторалитровым мотором мощностью 72 лошадиные силы На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова